Привет, всем любителям пива! Сегодня будет самый что ни на есть летний выпуск, потому что, как вы видите, мы находимся на наших российских югах, на море. Пиздец! Хорошо здесь, блядь, вот так вот. А это означает только лишь одно, что сегодня мы будем тестировать местное, хваленное многими туристами пивко. И не просто тестировать, а будем выбирать лучшее из того, что представлено местными региональными пивоварнями. Просто представьте, лето, вы отдыхаете. На расслабоне, на чиле. Лежите на шезлонге, загораете, слушаете шум моря, солнце просто хреначит, дай боже. Жара пиздец какая, бля! И в такой обстановочке вам, конечно же, обязательно захочется освежиться. Приходите в ближайший магазинчик, смотрите на этот холодильник с пивом и не знаете, что выбрать. Именно поэтому я сегодня делаю для вас специальную южную подборочку. Надеюсь, настроение, атмосферу вам передал, поэтому не будем томить и сразу же переходим к пиву. Что ж, вот так выглядит наше пиво, просто посмотрите, насколько оно одинаковое. И, честно говоря, у меня такие же ожидания насчет вкуса этих напитков. Я бы хотел сделать, с одной стороны, слепую дегустацию, но, с другой стороны, не вижу в этом особо никакого смысла. Да и условия у меня тут не те, практически в полевых, скажем так, условиях действую. Тем более, что я не пробовал это пиво, фаворитов у меня здесь нет, хотя фавориты есть среди подписчиков, которые оставляли многочисленные комментарии у меня в ТикТоке. Подозреваю, что далеко не все пиво я собрал, которое тут продается. Однако, это, ну, самое такое наиболее часто встречаемое пиво в местных пятерочках, магнитах, каких-то мелких магазинчиках, ларьках и так далее. Это у нас сегодня Ставропольская, Адыгейская, фирменная, Новорос, причем его летняя версия, потому что оригинальная версия, она такая немножко потяжелее, она и поплотнее, 14% плотности и по алкогольности, там 4,7% все-таки в жару немного не то. Майкопская, и вот, кстати, три самых-самых таких три благодаря, которые наиболее часто запрашиваем у меня на обзоры в ТикТоке, это Майкопская, честная, Карачаевская живая и Хадыжинская. Хадыжинская, это просто номер один среди всего, ну, судя по комментариям, это просто пиво богов. Если есть какие-то там боги наверху, да, южные, не знаю, кто во что верит, то, если они там пьют пиво, то пьют вот именно вот этот вот, просто, просто нектар богов. И есть еще один экземпляр, который немножко выбивается из этой концепции, хотя это тоже южное курортное пиво, это вот, пожалуйста, Крым Светлая. Довольно должно быть неплохое пиво, потому что я пробовал Жигулевское пиво Крым, мне оно, честно, очень понравилось. Также здесь еще продается осетинское пиво, мое родное, это Дарьял Бавария, но его курортным назвать нельзя все-таки, поэтому я его не стал брать на обзор, и все-таки я хотел сделать обзор именно там, на родине, в горах, чтобы все было красиво, не знаю, когда доеду, но если доеду, обязательно сделаю. Так что вот они у нас, 7 экземпляров, фух, тяжело придется, так что давайте сразу переходить к пиву и пробовать. Начнем, собственно, с Крыма, а остальные у нас отправляются в холодильничек. Итак, Крым, в составе здесь ничего сверхъестественного, все просто до жути стандартно, это 4,4% алкоголя, 1 экстрактивность начального сусла и никаких лишних примесей в составе, это светлый солод, хмель, вода, все, больше ничего в этом пиве нет. Давайте оценивать ароматику. Аромат такой, знаете, чисто солодовый, приятный, надо сказать, никаких отталкивающих моментов нет, потому что, как правило, вот такое пивцо, оно немножко идет с дринцой в аромате, а здесь вообще, надо сказать, все очень нагладко и пробуем, пробуем. И да, да, знаете, все то же самое во вкусе. Очень классно именно на лето, такое освежающее пиво, обладает довольно простым, нетривиальным вкусом, ну и, в принципе, в жару никаких там полутонов лишних и не надо нам. Это такое солодовое тело, оно не сладкое, такое нейтральное, хорошее, и на послевкусии начинает накрывать именно хмелевая составляющая, она такая вот, такая сухая, освежающая, вот прям вот то, что надо в жару. И, слушайте, хорошее, хорошее пивко, 28 дней срока изготовления пива пастеризованное, срок годности больше, ну, даже у меня немножечко сложилось впечатление, что это живое, то бишь, не пастеризованное пиво, настолько оно такое прям вот на вкус, вот именно свежее, такое хорошее, хорошее, нравится мне. Знаете, вообще никаких вопросов, вообще никаких вопросов, несмотря на низкую плотность, нельзя это пиво назвать водянистым или безвкусным, оно прям вот именно такое, каким оно должно быть. Так что Крыму сразу ставим зачет, это первый претендент на первое место, в общем, допиваем бокальчик и переходим к следующему пиву. Что ж, переходим к пиву Новоросс, такой летний вариант, это уже не пастеризованное, это бишь, живое пиво, летняя серия, составит тоже ничего сверхъестественного, а вот характеристики у него прям супер-супер на лайтах, это 10-10% плотности и 3,6% алкоголя. Слушайте, это вот уже, можно сказать, такая хорошая заявочка, потому что на лето все-таки алкогольная составляющая не сильно нам нужна, потому что она нас будет морить, скажем так, в жару, это не очень хорошо, а вот такой легкий вариант вполне себе может подойти. Надеюсь, здесь все нормально и с ароматической, и с вкусовой составляющей. Ну, на вид я не буду оценивать это пиво, потому что, ну, это все суперлегкое пиво, и, ну, какой-то там пышной пенки, какого-то там суперкрасивого цвета от этого пива ожидать не стоит. Поэтому сразу переходим к оценке аромата. И аромат, знаете, похож, похож на предыдущий экземпляр, только здесь солодовая составляющая, она такая, оттеняет немножко хлебной корочкой, что присуще, знаете, мюнхенским хелесам, вот, потому что вот, ну, именно ароматика, она в такую теплую хлебную сторону нас уводит. Что ж, отталкивающего ничего нет, пробуем. И, знаете, у этого пива точно такой же вкус, как и аромат. Он такой, ну, для жары не совсем то, потому что его хочется чем-то запить. Вот после этого пива хочется выпить воды. То есть оно ни разу не утоляет жажду. Это такое вот солодовое тело с такой вот немножко хлебным оттенком. Это, знаете, я рассказывал про пастеризацию, хотел, точнее, вам рассказать про пастеризацию. Это кратковременный нагрев пива. Так вот, при нагреве обычно происходит реакция майера или майяра, кто как называет. Когда, ну, то же самое примерно происходит при выпекании хлеба, когда тесто нагревается и образуется такая хлебная корочка, оно поджаривается. И вот здесь точно такое же ощущение, как будто пиво нагрели. Хотя пиво не пастеризованное, оно не подвергалось никакой термической обработке. Но вот оно придает этому пиву такой вот прям откровенно толстовый там либо хлебный характер. Причем то же самое на послевкусии. Возможно, послевкусии немного вылезает хмель. Он такой даже не освежающий, а чуть-чуть горьковатый. Ну, на мой взгляд, на лето это совсем не то. Хотя, ну, в целом, в целом, в целом пиво довольно неплохое. Плохим откровенно его назвать нельзя. Но и мы же на отдыхе находимся для жиры. Это, конечно же, не то. Несмотря на то, что оно единственное из всей линейки, которая называется вот прям конкретно летним. Так что, немножко расстроило оно меня, но в принципе ничего. Переходим к следующему экземпляру. Итак, переходим к Ставропольскому. Это тоже живое пиво и ТТХ-шки прям вот аккурат. 4% алкогольности и 11% экстрактивности начального сусла. Кстати, тоже живое пиво. Возможно, повторился. Что ж, наливаем, пробуем. Кстати, пока наливал уже отсюда, чувствую аромат. Аромат такой, вот, кстати, аналогичный аромату Новороса. Такое ощущение, как будто это пиво подверглось термической обработке. И вот прям откровенно хлебно-тостовый аромат у этого пива. Возможно, чуть-чуть хмеля, так, в перемешку. Но, честно говоря, не очень, не очень. Аромат, что называется, с дринцой. Это уже, знаете, ближе к какому-нибудь хайнике, но прям очень-очень напоминает этот... Даже не аромат, а запах. Потому что аромат это все-таки приятная вещь, а запах, он немного не то. Так что по запаху минус. Пробуем. Ня, ня. Ну и на вкус это пиво абсолютно не то. Это такое прям, вот такое дрельное-дрельное после вкуса. Очень неприятное пиво. Такое ощущение, как будто оно, ну, в принципе, по срокам все. А, оно июльское, нифига себе. Возможно, оно чуть-чуть подпортилось. Хотя, производитель здесь пишет, что 60 суток срок годности с даты розлива. В принципе, мы укладываемся, да, в срок годности. И по хранению, не знаю, как оно хранилось в магазине. Я его брал из холодильника. И также хранилось оно у меня тоже там несколько дней в холодильнике. Не думаю, что оно испортилось. Но, если оно такое само по себе, то это, конечно, плохо. Это, конечно, не очень вкусное пиво. Отдает такой чуть-чуть неприятной кислицой. И, ну, и вот такое дрельное. Я не знаю даже, как сравнить, с чем сравнить это пиво, дрельное послевкусие. Короче, что я тут распинаюсь. Если пробовали хайникин, то очень похожее пиво. Ну, в смысле, это все такая же санина. Пробуем еще раз контрольный глоточек. Ну, да, да. Пить это пиво мало то, что неприятно. И уж тем более в жару оно, ну, совсем никак не годится. Поэтому это пиво сразу минус. Это вот именно конкретно вот этот экземпляр. Если Новорос еще был неплохой, то вот этот откровенно меня разочаровал. Ставим его сразу же на последнее место и переходим к следующему. Итак, переходим к АДГСКМУ. И прям вот, ну, даже повторяться не хочется. Все то же самое. Это тоже живое пиво. Тоже 4% алкоголя и 11% плотности. Ну, как обычно. Прямо практически на каждой бутылке. Написана вот эта надпись ГОСТ 2012 года, который, по сути, ни хрена ничего не значит. Кстати, хочу вот небольшое лирическое отступление вам. Если в советские времена ГОСТы описывали прям вот процесс создания пива, как оно должно там, сколько чего вешать в граммах, как говорится, да, то ГОСТ 2012 года, именно российский, то он практически ничего не говорит о качестве пива. Он говорит только о составе, что в нем должно быть не менее 80% натурального солода, допускается 20% несоложенных материалов и не более 2% сахара можно добавлять в это пиво. Вот и все. В принципе, он никакой рецептуры не описывает. Поэтому все эти надписи, это, ну, так, чисто, дабы соблюсти некие формальности. Что ж, оцениваем ароматику. А вот это пиво уже приятненько. Оно тоже откровенно солодовое, кстати говоря. Но такое ощущение, как будто здесь в составе карамельный солод. Немножко вот прям вот карамелькой отдает. Но в составе его нет. Здесь обычный светлый солод, хмель, вода и все. Но аромат такой прям отчетливо, прям такой сладковатый, карамельный. Что ж, пробуем. Знаете, пока что это самое легкое пиво из всего, что я сегодня пробовал. Ну, прям можно назвать его практически водянистым. Хотя вкус имеет, как говорится, и вкус довольно неплохой. Практически такое прям очень-очень простое нейтральное солодовое пиво. На послевкусии также немножко солода. Такая прям легенькая сладость. И вот на небе у нас остается немножко такой хмелевой свежести, наполовину с травянистостью. Но это не так сильно бросается. Прям вот, ну, все, что можно сказать об этом пиве, это прям вот суперлегкое. И даже если посмотреть, не знаю, видно вам или нет, у него нет пенки. У него просто такие крупные пузырьки расположены на поверхности. Возможно, это за сильной газацией, но пока что это самое легкое пиво. Не знаю, возможно, да, скорее всего, можно удалить жажду этим пивом. В принципе, неплохо, но мне не нравится, что оно простое. Прям вот суперпростое. И вот пока оно, я вот налил, оно немножко начало согреваться у меня в бокале. И по мере нагревания это пиво обретает такую небольшую-небольшую прям легкую кислицу на послевкусии. Возможно, кому-то это понравится, но мне, в принципе, не особо вкатило. Хотя, ну, еще раз повторюсь, на лето, в принципе, в принципе, пойдет. А еще пара красивых слов. Небъебенное пиво. Спасибо. Да на здоровье. В общем, такое себе. Очень легкое. Как говорится, выпил и забыл. Поэтому переходим к следующему. Так, ну и теперь у нас пошла в ход тяжелая артиллерия. Начнем мы с Карачаевского. Хотя характеристики у него, опять же, те же самые. Это тоже живое. Тоже 4.11. Те самые пресловутые. Наливаем. Смотрим, что у нас там. Ну, пена, как обычно, никакая. Это тоже крупные пузырьки. Хотя, хотя нет. Хотя нет. Знаете, пенка все-таки небольшая. Но есть. Оцениваем аромат. И аромат, знаете, как, опять же, вот так же, как у Ставропольского, тоже неприятный. Он такой немножко с дринцой. Очень похож на Хайникин. Это чисто солодовый, такой прям, причем, ну, не сказать, что поджаренный, а вот прям нагретый, нагретый солодовый аромат. Не очень он приятный. Что ж, пробуем. Ой, знаете, и дряни в этом пиве тоже больше, чем в Ставропольском даже. Ай! Очень неприятный. Такая-такая атмосфера создается во рту. Хотя пиво очень свежее. И, кстати говоря, у него пока что самый короткий срок годности. Это всего лишь 8 суток. Произведено оно практически было... Недавно, по-моему, на крышечке они пишут. Да, да, да. То есть, ну, это пиву всего лишь 2 дня. За эти 2 дня оно никак не могло испортиться. При том, что я его купил практически вчера, день оно у меня полежало в холодильнике. И тот же день, наверное, оно лежало в холодильнике в магазине, потому что всегда стараются из холодильника именно брать пиво. Не могло оно никак испортиться. То есть, оно само по себе такое вот дрянное, невкусное. А, честно говоря, да, да, это гадость, конечно, редкая. Очень неприятное пиво. Вообще никому не советую. Если вы увидите карачаевское... Нет, ребята, ребята, это не пиво, это... Мочи ослины. Ну и переходим к пиву майкопское. Второе место по комментариям у меня в тиктоке. Зовется оно честным. Кстати, я пробовал премиум-версию. Премиум, в принципе, майкопское было неплохо. Там еще был добавлен, если мне не изменяет память, карамельный солод. И он прям хорошо так выруливает вкус в такую прям сбалансированную классную сторону. И несмотря на то, что это карамельный солод все-таки используется чаще для темного пива. А пиво тем не плохим. ТТХ-шки даже повторяться не буду. Все-все то же самое. Живое 4,11 и так далее. Поэтому сразу же наливаем и нюхаем. Нюхаем или слухаем аромат. А вот здесь уже аромат поприятнее. Он тоже чисто солодовый. Такой уходит в такую сладкую теплую сторону. Ну, не без дринцы, конечно, не без дринцы. А-ля Хайникин, опять же. Что ж, пробуем на вкус. Да, да. Вкус крайне неприятный. Можете сразу видеть все на моем лице. Правда, немножко меня еще солнце здесь слепит. Но аж скулы сводят от этого вкуса. Честно говоря, он очень-очень неприятный. Также скажу для протокола, скажем так, что это солодовое тело. Которое прям вот сразу практически зажимает у нас весь рот в эти кислые тиски. Ну, не настолько кисло, как балтика пшеничная какой-нибудь, да. Но прям вот, прям вот, вот здесь вот у меня сводит немножко. Ну, и, конечно же, это потом все это переходит в такое очень неприятное послевкусие. Опять же, а-ля Хайникин. В общем, санинка еще та. Хотя премиум, майкопская премиум, мне понравилась. Не сказать, что оно прям очень-очень вкусное было. Что-то там, вау, запредельное. Но нормальное, ровное пиво. Вот еще раз говорю, темный карамельный солод. Он прям вот выруливает ситуацию. Именно вот со сбалансированностью вкуса. Здесь же, ну, не знаю, честно говоря, оно меня вообще не впечатлило. Это пиво вот прям сразу отправится в унитаз. Не знаю, почему они здесь пишут честное. В каком плане оно честное. Два месяца срока годности. Относительно тоже свежее пиво. Неделю ему отроду. И брал я его вместе с майкопским премиум. Премиум не испортилось. Так что вот это тоже не могло. Опять же, все хранилось в холодильнике и так далее. Ну, честно говоря, это пиво не нравится. Хотя они тут гордо так пишут. Для вас, как для себя с 1882 года. Ни хрена себе вы старые. В общем, майкопское тоже не зачет. Ну и переходим к самому ожидаемому пиву, которое просили у меня на обзор. Это, ну, нектар богов. Иначе, иначе никак вообще. Итак, хваленая Хадыжинская. Мало того, что его хвалят туристы, так еще и сам производитель тоже довольно нескромен. Пишут, что это лучший бренд года. Что приготовлено на основе воды горных источников предгорей Кавказа. И даже вот здесь описали они вкус. Правда, описание очень-очень поэтичное, можно сказать. Вкус изысканный, пиво приятное, самое нежное и ароматное. Ладно, переходим именно к этому экземпляру. Оно максимально свежее. Тоже ему два дня отроду, который хранилось оно в холодильнике. Так что испортится вообще никак. Просто у него не было ни единого шанса. 15 суток срок годности. Вот опять же, срок годности тоже хотелось бы сказать, что многие пишут у меня в комментариях именно про срок годности пива. Попробуй такое. У него 8 суток срок годности. Попробуй секой. У него там 12, 15, 18 суток срок годности. То есть они пишут об этом в таком ключе, что как будто бы это некий показатель натуральности, качественности пива. Хотя это отнюдь не так, я вас заверяю. Если есть среди смотрящих это видео такие люди, то возможно у вас сейчас мир с ног на голову просто перевернется, потому что на самом деле низкий срок годности, маленький срок годности, это отнюдь не показатель качественного пива. А скорее наоборот свидетельствует о том, что у производителя есть какие-то проблемы либо в технологии производства, либо санитарии и так далее. Вы можете спросить у любого домашнего пивовара, который прямо конкретно занимается пивоварением. У них также нет дорогущего оборудования для фильтрации, либо пастеризации, как у пив-гигантов. Они варят это пиво у себя дома, но при этом оно может храниться очень долго. В холодильнике до полугода, до года и даже больше, особенно если какие-то очень такие крепкие экземпляры по типу имперских стаутов, каких-то там выдержанных или и так далее, это пиво хранится, может храниться очень долго. Причем у обычного домашнего пивовара, если все было сделано правильно по технологии, по фэн-шуи и так далее. В общем, ладно, заговорился, давайте пробовать непосредственно вот это ходыжинское пиво. Долгожданное. Кстати, характеристики, опять же, те же самые, это тоже живое пиво, тоже 4.11, оцениваем ароматику. Пенка крупнозернистая, хотя, по-моему, это самая пышная пенка из всех экземпляров, которые сегодня были. Оцениваем аромат. О-о-о! Походу все, приехали! Это прям чистый ханекен. Даже ханекен, знаете, в перемешку с туброгом, а туброг это такое знаменитое пиво со вкусом грязных ногтей старого дедушки. О-о-о! Прям вот, я даже не знаю, как описать этот запах, но давайте попробуем. Ну, это прям такой перегретый солод с кислицой, с дрянцой. Да! Честно говоря, даже уже не хочется это пробовать, это пиво. Возьмите аромат ханекена и умножьте на 2, на 3. Получите вот примерно то же самое. Ладно, пробую. Нет, 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 нет. Еще раз нет, это все не то. Не знаю, где они нашли тут такие эпитеты, как изысканный, приятный, ароматный. Ну, ароматный, возможно, да, потому что запах довольно насыщенный, но не очень приятный. А вкус отнюдь нельзя назвать нежным. Он такой прям вот таки жестковатый, и он прям вот оседает у нас на языке. То есть это такой прям тяжелый солод, немножко с хлебно-тостовым оттенком, и он уводит нас в такую вот теплую сторону, и это вообще ни в коем случае не освежает. Потом переходит в такое прям хмелевое послевкусие. Опять же не освежающее, оно прям сковывает мне скулы. И, ну, не очень приятно остается во рту. Довольно тяжеловатое пиво, и уж точно в жару оно не пойдет. Вот, опять же, если взять тот же Хайнекен, прям вот, ну, прям повторяется ситуация. Очень похоже и на Хайнекен, и, возможно, даже немножко на тот же Туборг, какой-то вот такая вот смесь непонятная. Вкус пивка чувствует очень сильно. Неприятное, невкусное, и уж точно оно не будет утолять вам жажду вот в эту жару. Я, честно говоря, не понимаю, почему так многие хвалят это пиво. Возможно, это какая-то поправка на национальный вкус, потому что россияне в целом любят пиво, чтобы оно было немножко жестковатым. И, знаете, пока я монтировал это видео, вспомнил одну забавную ситуацию. Ну, кто был на море, сейчас я думаю уже. Да как в культурном городе? И вот буквально в тот же день после обзора мы пошли на пляж, и там как раз мужичок рядом взял себе холодненького, запотевшего, ходыжинского, и пока вкус был свеж на моем языке, прям очень интересно было за ним понаблюдать. И, знаете, вот он делает глоток, и начинает прям вот морщиться, ровно так же, как я делал на обзоре, но при этом, в отличие от меня, ему от этого было заебись. Он прям сидел и кайфовал во весь рост. Знаете, я вот вспоминаю, когда стоишь на кассе в супермаркете, невольно начинаешь обращать внимание, какое пиво люди покупают, и каждый раз у меня зачастую, в большинстве случаев, возникает такой немой вопрос, зачем? И дело здесь абсолютно не в цене, потому что в той же ценовой категории, как правило, там плюс-минус 5-10 рублей, можно купить пиво гораздо лучше, вкуснее, качественнее. Но народ этого почему-то не делает. И знаете, вот мне кажется, это и есть та самая поправка на национальный вкус. Даже вот один из моих друзей, который также отдыхал там на юге в это время, Антон Самаркин, привет, он тоже мне признался, что, блин, попробуй обязательно Хадыжинское, но при этом предостерег, это обычное пиво, ничего в нем особенного нет, вот просто мне нравится пить вот такую санину. И, походу, это беда всего нашего народа. Именно поэтому, когда мы сравниваем импортные варианты отечественной одного и того же пивного бренда, то вообще не стоит удивляться, что они будут различаться по вкусу. Как правило, дело не в том, что у нас кривожопые пивовары или что-то там в этом роде. Зачастую так захотел сам производитель, а точнее наш потребитель, потому что большинство локализованного пива так или иначе делается именно с той самой поправкой на национальный вкус. Ладно, это было лирическое отступление, возвращаемся к обзору, пора делать какие-то выводы. В общем, вот такой был обзор, друзья. Надеюсь, он вам был интересен, надеюсь, он был полезен для вас. Ну и, как ожидалось в начале выпуска, насколько это пиво одинаково на цвет и на вид свой, настолько же оно одинаковое оказалось и на вкус. Единственное, вот как вначале выбивалось из общей массы пива Крым, так оно выбивается и после дегустации. Потому что, на мой взгляд, прям вот я его могу смело поставить на первое место, это единственное пиво, которое вообще никак меня ни в чем не оттолкнуло. Оно хорошо сделано, вкусно, качественно, сбалансировано. И плюс оно, кстати, в баночке. Баночка это все-таки самая технологичная пивная упаковка. Особенно в такую погоду, все-таки, несмотря на то, что стекло в этих бутылках затемненное, вот, кстати говоря, если покупать, то лучше в коричневом стекле, зеленое стекло меньше защищает от солнечных лучей, а солнце здесь просто дичайшее, вообще очень-очень приставучие. Даже в теньке можно сгореть. И вот я лично загорел, хотя я постоянно гашусь в теньке, в отличие от моей жены, которая просто лежит и жарится на шезлонге. В общем, еще раз повторюсь, Крым это первое место, больше всего мне понравилось это пиво. Ну, а дальше делайте выводы сами. Ну и, как обычно, по традиции, спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Если пробовали это пиво на наших югах, особенно давайте обсуждать. Ну, а с вами был Алан. Как обычно, по традиции, пейте только хорошее пиво. И помните, лучше по чуть-чуть. Но с кайфом. Особенно в жару много не борщите. Ну и... Не сдавайтесь. Чильте, чильте. До последнего, до талого. Расслабоне на чили. Пусть я не могу.